Практическая психология Здравствуйте! В эфире программа «Практическая психология». В студии семейный психолог Надежда Бушмелева. У меня в гостях сегодня Илья Черминин, директор Центра реабилитации и реасоциализации «Свобода Киров». Илья, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о созависимых, как и обещали. Да, о зависимостях мы уже поговорили. Сегодня о созависимых людях, их поведении, мышлении и роли в истории с зависимостями. Готовы, да? Давайте сначала, сразу же в начале, определим, кто же такой созависимый человек. Это тот, кто позволил поведению другого человека сильно воздействовать на неё или на него, и кто одержим попытками контролировать поведение этого человека. Вот когда мы с вами начинаем, давай-таки, всевозможную терминологию, мы понимаем, что очень многие состояния формируются в семье. Всё правильно. Получается, что зависимый человек и созависимый человек – это определённые члены семьи, где есть какая-то там проблема. Проблема. Они взаимодействуют друг на друга. Один уходит в точку боли, другой пытается его спасти. Совершенно верно. Надежда, я вам, наверное, подчеркну так, что проблема зависимости и созависимости – это семейная проблема. Это не одна и не разная. Это проблема именно семьи. То есть, если мы видим в семье, например, человека в той или иной зависимости, там, будь алкопу, будь химическая какая-либо зависимость, то мы не можем с вами говорить, что в этом виноват только вот этот человек, и пусть он решает свою собственную проблему. Да, совершенно верно. Это комплексное решение. На сегодняшний день я вам скажу так, Надежда, что по большей степени здесь работа должна идти именно не с самим зависимым, а именно с его окружением. Это мама, папа, жена, муж, ребенок. С зависимым это уже в дальнейшем идет основная работа. То есть первый шаг мы делаем – это начинаем работать с созависимыми людьми. Да, совершенно верно. Хорошо. Давайте мы тогда сейчас с вами попробуем определить вот такие основные, какие же у нас основные формы поведения созависимых мы можем с вами наблюдать. Наверное, на сегодняшний день самое основное – это контроль. Контроль со стороны мамы, папы, в сторону зависимого человека. И, наверное, основное – это отрицание. То есть, смотри, давайте мы сейчас так более подробно все это разберем. Значит, первое, что созависимые люди, они считают, что если они сейчас будут контролировать человека, который находится в зависимости, то тогда решение проблемы сойдет на нет. И так это действует год, два, три, все вроде контролируют. Например, мы знаем с вами истории, когда жены алкоголиков увольняются с работы только для того, чтобы, к примеру, им кажется, что сейчас они будут контролировать, муж никуда не будет ходить выпивать, и вот тогда эта проблема разрешится. Да, совершенно верно. Хорошо. А отрицание – это про что? Отрицание – это в том плане, что, когда есть проблема в семье, всевозможными мыслями в голове созависимого происходит, что у них нет проблем. У них просто произошла какая-то жизненная трудная ситуация. Угу. Просто черная полоса. Да, да, да. Угу. И сейчас вот это рано или поздно рассосется, да? Да, что кто-то нашептал, кто-то там что-то еще сделал. Угу. Ну, бывает, человек оступился, и вот всевозможными их десятки, сотни, наверное, даже вот этих оправданий в голове у созависимых есть. Вот это называется отрицание на сегодняшний день. Угу. Хорошо. Давайте мы еще с вами про такие отличительные признаки созависимых проговорим, да? Например, когда я готовилась к этой программе, я нашла очень много литературы, да, я квалификационную работу писала как раз тоже по механизмам психологической защиты, да? Да. Вот есть у нас такие вещи, как, например, практически все исследователи говорят, что у людей, которые созависимы, у них низкая самооценка. Как у зависимого, так и у созависимого. Угу. Значит, отсюда вытекает такая особенность, как направленность вовне. То есть вот созависимый человек, ему в своем собственном мире не так уж интересно, ему нужно что? Ему нужно, вот когда вот он вовне, там, да, он помогает, когда он участвует, когда он решает какие-то задачи, вопросы, проблемы, то в это время он что себя чувствует? По самому он поднимает свою самооценку, вот этим контролем, всевозможными спасательными методами поднятия самой самооценки. Вот этой низкой самооценки, да? То есть кажется, что вот смотрите, я ведь какой хороший там, какая хорошая. Я же мать, я же мать, я должна, я смогу, не важно что, не важно сколько. При всем при этом забывая о своих самых главных и важных нужных потребностях, да? То есть это тоже такая отличительная черта созависимого человека. Да, ну на сегодняшний день к нам поступают в центр реабилитации, и на сегодняшний день мама или жена или папа выглядят хуже, чем сам зависимый человек. Ну настолько вот это именно психологический аспект, он истощает организм созависимого, и они этого сами не понимают, естественно. Вот на сегодняшний день происходит это так. Такая вот картина, да? Да. Это во всей России, я вам так скажу, не только в нашем городе, везде. Вот одна из таких тоже характерных черт, это компульсивное желание контролировать жизнь других, да? Созависимые жены, матери, сёстры, больных с зависимостью, это контролирующие близкие. Они верят, что в состоянии контролировать всё, что происходит, да? И не признают, да, о том, что ситуация выходит из-под контроля. То есть получается, что человек стремится жить в таком каком-то иллюзорном мире, но при всём при этом не решает основную задачу. Не видит, не хочет, я вам так скажу, не хочет. Ну на сегодняшний же день у нас сложился стереотип людей так, что сходить, обратиться за помощью к психологу, либо к психотерапевту, это крест на его семье, что мы больные, мы, всё у нас плохо, да? Хотя взять сейчас Европу, у каждого из среднестатистической семьи, у каждого есть свой психотерапевт, к которому они еженедельно ходят, обращаются, решают какие-то проблемы, задачи, цели ставят. Но у нас это поставлено так, сформировано. Ну смотрите, у нас очень долгое время мы не признавали, что какая-либо зависимость – это вообще сначала болезнь, да? Это казалось вообще нормой из поколения в поколение, да? Ну там прадеды пили, что-то употребляли деды, отцы, теперь, например, дочери, сыновья и всё остальное. Но, тем не менее, мы всё больше разворачиваемся в ситуацию, что это проблема, которая решаема, да? И только надо вовремя осознать её, признать её. Признать, скорее всего. Да. И двигаться уже на выход решения этой задачи. Ну, основной момент, что в работе с зависимым и созависимым, первый шаг – это признание. Мы работаем именно с этим. Вот давайте мы, Илья, сейчас ещё более подробно возьмём вот тему, которую уже начали. Это момент, связанный с желанием контролировать всё и всё. Дело в том, что мы с вами должны вот это, я прямо очень хочу озвучить, что вроде бы, ну мы же прекрасно понимаем, да, что если даже пытаетесь что-либо контролировать, и это выходит из-под контроля, то тут вот, например, очень часто я у созависимых вижу состояние депрессии, да? То есть, да, или другая ситуация, да, когда они понимают, что все те события, которые они пытались взять под контроль, они, ну, выходят из-под контроля, да, то появляется вот этот гнев, состояние фрустрации, да, когда, ну, практически, да, уже до такого момента, что я уже готов там его чуть ли не убить, да? Да. Потому что только таким образом я вижу выход из сложившейся ситуации. Сейчас вот кто к нам обращается, начинаем диалог вести, и происходит так, что вот у каждой мамы, у каждой жены я 10 лет, 5 лет, там, 15 лет вкладывал, ну как так, ну как так, и вот... Вот это состояние непонимания, да? Да, непонимание, уже отчаяние у нее происходит, там, что даже у мужчин, у отцов, там, да, у братьев, у всех. Вообще, где-то проблема независимости от гендера, да? То есть, зависимостями страдают у нас и мужчины, и женщины, да? Совершенно верно. И спасательством иногда занимаются не только там жены мужей, но и мужья пытаются спасти, да, от каких-то зависимостей жен, да, к примеру? Ну, как в простонародье говорило, что женский алкоголизм – это самый страшный алкоголизм. Ну, потому что он развивается как-то намного быстрее, да? Хорошо. Вот давайте сейчас поговорим о чувствах, которые свойственны людям созависимым, что они чаще всего испытывают, когда вот они понимают, что вот есть такая задача, как решить проблему родного человека с зависимостями. Основное чувство, наверное, Надежда, я вам скажу, это страх. Это страх. Страх, так сказать, оступиться как самому зависимому, так и созависимому. Потому что каждая мама боится потерять то, что она вложила в своего ребёнка, в своего там мужа или кого-то ещё там. И у каждого созависимого этого, вот это именно чувство страха. Она каждый день изо дня в день живёт этим чувством. Не дай бог, не дай бог он сорвётся, не дай бог, что сейчас случится. Это же все мои 10 лет нажитые с ним, всё пойдёт на смарку. Вот смотрите, ещё, кроме того, вот мы с вами должны понимать, что страх, следствие страха является вот этой ригидность тела, души и духа. То есть что мы под этим подразумеваем? То есть страх сковывает свободу выбора. Кажется, что всё уже предрешено, предначертано, что ничего тут уже изменить невозможно, да? После вот этого сильного страха возникает. И вот тут очень важно, когда появляются люди, которые говорят, что есть выход из этой ситуации, да? Что нельзя всё время жить в состоянии вот этого контроля, да? Безумного какого-то и состояния вот этого страха. Появляются, но на сегодняшний день наш контингент людей не идёт навстречу. Потому что оценка чужих людей – это самый какой ни на есть сильный страх усозависимого, что его могут оценить, что как это… Осудить. Осудить, да. Поставить какой-то ярлык на нём, что как это у него, у сына есть проблемы или у дочери. И от этого идёт дальше развитие вот этого момента отрицания у созависимого. Вот давайте про отрицание. Итак, значит, созависимые используют все формы психологической защиты. Мы должны с вами об этом проговорить, да? Их огромное количество, этих психологических защит. А они что позволяют нам? Они позволяют нам как бы адаптироваться вроде как в том несовершенном мире, который тем или иным образом сложился. Как мы говорим, жить комфортно. Да. Жить комфортно в том мире… Ну, например, что-либо не замечать, да? Или пытаться что-то минимизировать, или вообще забыть, вытеснить то, что случилось. Или обвинить кого-нибудь, что в этом виноваты учителя в школе, что недосмотрели. Я же мать, я же всё правильно делаю. Или кто-то ещё, или компания плохая. Или наследственность у нас тоже не всегда бывает, да? Вот дедушка же у нас пил всю жизнь. Итак, отрицание. Мы отрицаем что? Что самое важное отрицается в этой ситуации? Самое, наверное, основное – это принятие этого факта, что есть проблема. И всё. От этого уже идёт развитие. Вот смотрите, ещё, например, сталкивалась в своей практике с людьми, которые верят, что у каждого, например, если связано с алкоголизмом, да, что у каждого свой Байкал, вот там кто-то пил, 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 потом однажды утром проснулся и перестал, да? С химической зависимостью сложнее, потому что она быстрее развивается, и она даёт, наверное, такие более тяжёлые последствия, да? Она, я вам скажу, Надежда, так, она даёт, несомненно, более тяжёлые и быстрее развиваются последствия, но на сегодня в работе с зависимыми и созависимыми алкоголизм намного тяжелее, намного изощрённее, я так скажу, помогать людям давать какие-то определённые знания, потому что алкоголь, как и наркотик, он меняется, он меняется, это та же самая химия, это та же самая, тот же самый наркотик, можно сказать, да, и идёт работа намного тяжелее именно с алкозависимостью, чем с наркоманией. Хорошо. Итак, давайте мы сейчас ещё раз попробуем, вот, как бы объединить, да, и ответить на вопрос мой, что же мешает созависимым признать, что в семье есть проблема? Основное, это вот, подчеркну, это страх, это оценка, оценка со стороны. Мнение окружающих. Да, мнение окружающих, мнение абсолютно всех, вот, и тот момент, что проблема не только у созависимого, а ещё нужно признать проблему, что у меня у созависимого тоже есть проблема. И вот именно вот этот момент отрицания не даёт какой-то делать шаг, чтобы принимать какие-то уже меры. Хорошо. Вот как вы думаете, чаще всего, даже давайте по вашему опыту, чаще всего обращаются уже за помощью, получается, созависимые, например, там, родители, там, или жена, да, и говорят, что помогите, пожалуйста, вот, да, есть у меня там зависимый, и я готов или там готова работать, да. Какие шаги мы с вами делаем в эту сторону? В первую очередь... Вот давайте наша с вами задача сейчас, да, объяснить, что там сразу же не хватают, не заламывают руки, не удерживают, не там что-то ещё, да, а что это процесс описанный, да, что это процесс изученный, что это... над чем работаем? Никаких, я вам скажу так, сейчас насильственных действий не принимается, не применяется. Вот основная работа у нас... мы ставим условия, как созависимого, так и зависимого. Если к нам обращаются, начинает работать не только мы, но основную часть работы идёт от созависимого. И мы начинаем именно работу сначала с созависимого, не с зависимого, потому что проблема, она идёт по большей степени от созависимости. То есть начинаем работать с тем, кто обратился, да, с его мировоззрением, с его мышлением, с его чувствами, эмоциями, да, и объясняем, какой путь они должны будут пройти, да? Да, даём мотивацию, так сказать, словесную мотивацию. Про мотивацию мы поговорим чуть позже. Вот, и всё уже потом, основная работа идёт от созависимого. От созависимого, да? То есть получается, что мы работаем сначала не с самой проблемой, да, а с окружением. Да, совершенно верно. А вот это изначально было так, вот по вашей системе? Или же были времена, когда сразу же сначала брали и начинали работать конкретно с зависимым человеком? Я вам скажу так, что в Кирове, основанный Центр, да, Свобода Киров, мы начинаем работать с самых первых дней именно с проблемой семьи, не с созависимого, а именно только с семьи. И тогда, когда семья уже готова? Да, когда готова, уже переходим на мотивацию самого зависимого. Хорошо, давайте тогда поговорим сейчас, как созависимый может помочь своему родному человеку, страдающему с зависимостями. Вот прямо тоже можно пошагово, да? Основной шаг, наверное, это мы показываем и доносим до созависимого, до родителя, что они должны полностью изолировать его от его заботы, от своей заботы к нему. То есть, да, какой бы он ни был, какой бы он нуждающийся, там еще что-то, да, вы никак теперь не участвуете в его жизни? Совершенно верно. Ну, у нас обращаются мамы, и у них, грубо говоря, возьмем так, 35 лет сыну, 35 лет сыну, и она ему до сих пор стирает вещи, готовит, прибирает, приходит, моет полы, и все возможно вот это. Хотя, говорим, мама, ему 35 лет. Он уже в состоянии это все сделать сам. Он в состоянии это делать с 14, с 13 лет, ну, а в 35 лет до сих пор у нее это все продолжается. Хорошо, чего мы добиваемся тем самым? Добиваемся, чтобы человек зависимый увидел, что больше не будет мама потакать его прихотям. От этого начинаем уже делать работу, мотивацию именно, что родитель приходит и заявляет ему, если ты хочешь, чтобы я тебе помогала в дальнейшем, ну, у тебя есть проблема, как и у меня, если ты хочешь жить, развиваться, давай будем что-то предпринимать. Что на сегодняшний день это, например, центры реабилитации. Если нет, то ради бога я выхожу из твоей игры, ты отдаешь ключи от квартиры, идешь, устраиваешься на работу и снимаешь себе жилье и обеспечиваешь себя сам. Ну, смотрите, это ведь, в принципе, трагедия для многих семей. Трагедия, но из-за чего и идет сначала первый момент работы с созависимым, что это трагедия, но с этой трагедией можно жить, можно дальше жить, развиваться, узнать, что такое счастье. То есть трагедия не когда все закончилось, а вот с трагедией начинаем, но выходим в состояние ресурсное. Сколько примерно времени занимают, ну, понятно, что у каждого индивидуально, но в среднем, вот все вот эти переговоры, когда созависимый человек обращается за помощью, когда вы с ним разрабатываете план действий, когда вы с ним реализуете этот план действий до момента, когда зависимый человек уже попадает в ваш центр реабилитации? Здесь зависит, Надежда, вам скажу так, что от, не то что от стадии, а от времени и продолжительности, сколько семья эта жила вот в таком образе жизни. Ну, бывают семьи такие, что они жили там полгода, да, только-только вот начали там за ним подтирать, убирать, да. А некоторые семьи есть, что они живут 20 лет так, и вот от этого уже зависит. Вот те, которые 20 лет, им, наверное, сложнее, да, намного бывает, да? Конечно, конечно, это иногда занимает несколько месяцев, чтобы человек сам позвонил и приехал сам в центр реабилитации. Илья, скажите, а вот бывают, были в практике такие случаи, когда человек созависимый начинает работу, да, а потом обнуляется, и в итоге тот член семьи, который является в зависимости, находится в зависимости, не доходит, не попадает к вам в реабилитацию? Бывает, бывает, это, наверное, каждый, каждый второй такой у нас человек. А что заставляет людей оставаться в зоне проблемы, на ваш взгляд? Отрицание. Ну, просто на сегодняшний день. Боязнь, что этот мир, вот этот, да, хоть невыносимый, тяжелый, но разрушится, ведь там вот так-то все ясно и понятно, да? Да, ну, еще возьму во внимание, что люди, страдающие алкогольной зависимостью, либо химической там, да, наркоманией, это очень хитрые, очень изощренные, умные, да, люди, которые умеют... Убедить, манипулировать великолепно, да, умеют договориться, пустить пыль в глаза. Построить глазки, ну, всевозможные способы. Великолепные актеры. Да, да. И этот арсенал в их руках, да, является хорошим таким инструментом, чтобы воздействовать на родных, близких и на окружающих. Да, совершенно верно. Так, и в итоге? В итоге не все родители, не все родственники справляются с этими манипуляциями, хотя мы обучаем, мы учим родственников, мы даем знания, что такое манипуляция, как зависимый человек ведет с вами, да, и у каждого, обратившийся к нам, идентично, идентично у всех жизнь, идентично у всех поведение, просто, как говорится, разные иллюстрации, разные картинки. И разными красками. Да, да. А поведение у всех одинаковое. Еще не каждый психолог такому поведению позовет. Хорошо. Итак, созависимый человек может сделать первый шаг для решения проблемы с зависимостями. Для этого нужно пройти этот путь, правильно я понимаю, да? Совершенно верно. Его нужно сначала начать, да? Да. А потом уже пройти. И когда уже до центра доходит человек с зависимостью, что происходит там дальше, в центре? Как созависимый человек продолжает сопровождать этого своего члена семьи? Как он может посодействовать потом в дальнейшем в реабилитации? Основная у нас работа с зависимым и с созависимым – это показать и признать как созависимому, так и зависимому, что сейчас ответственность лежит на каждом из них. Что у зависимого лежит ответственность на себе. За его собственную жизнь. Да, за собственную жизнь. Так и у созависимого лежит ответственность за его собственную жизнь, не за жизнь 35-летнего сынка, а именно за свою жизнь, за свое счастье, за свое будущее. Даже независимо от того, что если, например, этот ребёнок великовозрастный выбирает не жизнь, например, а болезнь, к примеру, или смерть, то созависимый человек, он вправе выстроить свою жизнь, независимо от выбора его родного и близкого. Вот это наша основная задача – показать, направить родителей, жён, мужей, всех. Хорошо. Кто работает с зависимым человеком в центре, как может созависимый член семьи контролировать эти процессы? У него же затальный контроль, всё равно он ещё присутствует, понимаете, да? Как вы держите в курсе всего происходящего? Открыто ли всё это? Или прозрачно это всё? Или же это всё за закрытыми дверями, и человека пугает, опять-таки, чувство за страх, пугает, что там делают с моим или не с моим? Вот, наверное, скажу так, что на сегодняшний день наша организация, она одна из самых открытых организаций, наверное, в городе Кирове. Потому что мы открыты для всех, и для родителей, и для зависимых. Мы можем показать экскурсию, провести, что, как, где работают, пообщаться с специалистами. Да, у нас каждый специалист по химической зависимости, это квалифицированный специалист. Это они каждый месяц-два ездят на повышение квалификации, они проходят, получают сертификаты. К вам тут недавно профессор приезжал, один из лучших специалистов по зависимостям. Да. И открытость, наверное, наша в том, вот в этом и преимущество, что мы открыты. У нас каждодневно в соцсетях идёт, чем ребята занимаются, какие мероприятия были, что проходит у них там, да, какие-то праздники, это всё идёт. Доступно, объяснено, да, показано. Иногда даже я вижу у вас фотографии, да, там скрытые лица, да, понятно, чтобы это не сильно афишировать. Специалисты великолепно у вас работают. Скажите, что там проходит в основном? Бывают, значит, групповые работы, индивидуальные работы, работы, тренинги вы всевозможные проводите, да? Да. Это всё входит в тему реабилитации, да? Всё входит, это именно самое основное, наверное, показать и донести до человека, какая его личность разрушенная, что все разрушены сферы его жизненные, абсолютно все. Это когда он в зависимости, да? Да, это когда он в зависимости. И начиная с центра показываем здоровым образом, как можно выходить из ситуации, как можно решать и как нужно взращивать свои сферы потерянные. Так сказать, тренинговый лагерь. Но при всём при этом я знаю, что у вас работают даже те ребята, которые сами справились со своими задачами, да? Совершенно верно, да. У нас работают выпускники, так сказать, наши, которые проходят именно квалификацию. Которые знают всю эту проблему изнутри. Изнутри, да. Этим ценно. Да. Этим, наверное, и отличаются все реабилитационные центры в России, что работа идёт именно тот человек, который прошёл через этот путь, который остаётся трезвым, развивается как личностно, так и во всех своих сферах. В других профессиях, да, профессиональных и личностных. Хорошо. Давайте мы сейчас с вами ещё озвучим вот какой момент. С какого возраста к вам попадают люди? С совершеннолетнего. С совершеннолетнего. Да. То есть подростками там у вас не занимаются, да? Нет. На сегодняшний день нет. Это тяжело. Угу. Угу. Всё. Спасибо большое. Сегодня мы говорили о том, как же созависимый человек может помочь в решении такой задачи, как зависимость родного и близкого. Спасибо. У меня сегодня в гостях был Илья Черминин, директор Центра реабилитации и ресоциализации «Свобода Киров». Илья, спасибо большое. Спасибо вам, Надежда. Ну и до новых встреч. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Практическая психология.